Только для тех, кто пережил аудиокнигу Эдварда Ли каждую ночь, Эдвард Ли и Анна Домнина представляют альтернативное окончание этого произведения. Когда братья закончили, Грей снова оказался на полу. Он лежал на спине и смотрел в потолок, с ужасом думая, я не заслужил такой смерти, вспоминая, как его мать боролась за жизнь отца. Мать тогда решила уехать в Монтиан, хотела вырваться оттуда, начать новую жизнь. Забыть все, что было. Обещала себе, что никогда и никому не станет рассказывать о прошлом. Она переехала в город, устроилась работать на свиноводческую фабрику. Ужасная, грязная работа. Но она чувствовала себя свободной. Свободной от Монтиан. Свободной от безумия. Свободной от мучений, которые ей причиняли местные. Обзывали ее. Смеялись над ее одеждой, которая часто была ей не по размеру. Она сохранит свое прошлое в тайне. Никому не расскажет о том, как жила раньше. Она встретила Билла. Влюбилась. Билл ее начальник. У них родился сын. Они дали ему имя Грей. И он был хорошим сыном. Закончив колледж, Грей устроился на неплохую работу. Купил дом. И заставил мать переехать туда вместе с ним. Потому что мать страдала. И его мать, Эмма, так никогда и не оправилась после смерти отца. Целыми днями сидела у Грея в гараже. Плакала. Была не в себе. Он сделал из гаража комнату, чтобы быть ближе к ней. Заботятся о ней. Он так сильно ее любил. Когда Грей не вернулся с работы, она заволновалась. Ей стало страшно. Она уже потеряла мужа. Она не переживет смерти сына. На глаза Грейу навернулись слезы. Он плакал не о себе, а о своей матери. Кто позаботится о ней? Его держат в этом аду. Отец умер. Она осталась совсем одна. Грей чувствовал, что засыпает. И молил Бога о том, чтобы тот послал ему. Быструю смерть. Эмма шагала из угла в угол и плакала. А затем сделала единственное, что могла сделать. Собрала все свое мужество и поехала за город. Туда, где все еще жили ее брат и отец. Она рассказала им, что Грей не пришел домой. Сказала, что напугана. Отец Эммы, Элли, рассмеялся в ответ. Черт, да старина Грей, наверное, развлекается с какой-нибудь девкой. Вот и все дела. Ее брат Хак предположил, что Грей, наверное, один из тех ребят, которые любят долбиться в очко. Он тоже смеялся. Элли сказал. Эмма, наш старый грузовик накрылся медным тазом. Так что мы с Хаком поедем искать новый. Не подбросит ли она их до низины? Надо перетереть с Джори и Халом. Нет ли у них чего на примете? Эмма согласилась отвезти их туда. Эти ребята, Джори и Хал, были во дворе. Копались в машине. Черт, сказал старина Элли. Эти парни тупее поросячьей сопли. Но в машинах разбираются, да. Элли вышел из машины и познакомил их с Эммой. Братья не обратили на нее внимания. Еще одна городская тупица, на которую у них нет времени. Они торопились закончить с тачкой, чтобы подняться на чердак и хорошенько повеселиться. Там их ждет сетибой. Пока мужчины разговаривали, Эмма решила немного осмотреться. Во дворе стоял уродливый розовый автомобиль. Взглянув на заднее сидение, она остолбенела. Там лежало пальто, которое она подарила Грею на прошлое Рождество. Как такое возможно? Она молчала. Все обсудив, мужчины решили разойтись по домам. У этих идиотов-братьев нет ничего подходящего. Но они позволят Элли одолжить их старую тачку, пока у них не появится грузовик на продажу. Элли и Хак чесали голову, не решаясь разъезжать по округе в этой идиотской розовой тачке. Да лучше уж пешком. Они поехали домой. Эмма последовала за ними. И казалось, что она уже где-то видела эту машину. Она попросила своего брата Хака открыть багажник. Он не знал, зачем ей это. Просто хотел что-то найти. О, черт, Эмма, воскликнул Хак. За каким лешим тебе туда лезть? Элли дал Хаку под затыльник и сказал, чтобы тот закрыл свой поганый рот и делал то, что велит сестра. Когда Хак открыл багажник, Эмма в ужасе застыла. Там лежал портфель. И она узнала в нем портфель Грея. Она просто знала, что это его портфель. Как он тут оказался? Она обратила внимание на краску. Боже, это была машина Грея. Братья украли ее у него. Они убили ее сына. Что произошло? Она поделилась своими опасениями с отцом и братом. Старина Элли почесал подбородок и на минуту задумался. Эти, братья, странная парочка. Старина Элли думал, что они оба педики. Думал, что они развлекаются друг с дружкой. У них есть сестрица Кэрри Энн. А у нее черный ребятенок. Так что, видимо, девица им не по нраву. Вот если бы у старины Элли была такая милашка-сестрица, то ребятенок был бы белым. Это точно. Он сказал Эмме, чтобы она не беспокоилась. Они с Хаком разузнают все как есть. Посмотрят, что удастся отыскать. Той ночью Элли и Хак поехали к братьям. Они стояли в зарослях деревьев и смотрели вверх, в самое верхнее окно, где горел свет. Ребята явно хорошо проводили время там наверху. Следующее, что они увидели – лицо, прижатое к стеклу. Лицо казалось знакомым. Хак сказал «Эй, бать, да это, кажись, Грей!» Элли покачал головой. Он знал, что братцы любят парней. И в другой раз он бы просто продолжал смотреть и хорошенько бы передернул. Залил бы спермой вот это вот дерево, за которым стоял. Но не в этот раз. Это касается его семьи. Никто не смеет трахать семью Элли. Нужно было что-то делать. Эй, Хак, иди-ка принеси тот мешок, который я бросил на заднее сиденье, и прихвати дробовик. Мы с тобой сейчас повеселимся? Как это повеселимся? – спросил Хак. – Что ж, сынок, пора тебе кое-чему научиться. – Чему научиться, бать? – Сын, мы с тобой сейчас научимся насаживать. – Что насаживать? – спросил Хак. – Не парься, сынок, я все тебе покажу. Когда Кэрри и Джед, парень, который вызвался подбросить ее до дома, вышли из машины, Кэрри сказала «Может, трахнуть меня за десять баксов?» Джеду эта идея понравилась, и он согласился. Он был не прочь кинуть еще одну палку. Послышалось жужжание дрели. Кто-то сказал «А теперь вставляй своего дружка прямо в эту дырку!» Поднявшись наверх, Кэрри застыла на месте. Там стоял какой-то мужчина, который, кажется, совокуплялся с головой ее брата. Другой ее брат был привязан к стулу и напуган до усрачки. Там был еще один мужчина. Он стоял и почесывал яйца. А тот, что раньше был прикован к полу цепью, теперь был на свободе. Он сидел на столе и наблюдал за всем этим. Оскалившись, он навел на нее дуло дробовика. Последним, что услышала Кэрри Энн, был выстрел. И все погрузилось в темноту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok